Вспышка COVID-19 в китайской провинции Гуандун, одном из основных центров контейнерной торговли на планете, вызвала серьезные сбои в работе крупных портов юга КНР. Произошло частичное закрытие терминала Янтянь. Работает на 30%, что привело к перенаправлению грузов в близлежащие терминалы Наньша и Шэкоу. Это, в свою очередь, повлекло за собой заторы. Порты не могут вместить все суда. Кроме того, погрузка контейнеров страдает от таможенных правил. По оценкам экспертов, коллапс в портах Китая грозит ударить по мировой торговле, причинив ущерб гораздо больший, чем случившаяся в марте блокировка Суэцкого канала в Египте огромным контейнеровозом Ever Given, пишет издание Коммерсант. Масштабная проблема уже видна на горизонте международной торговли. Обработка одного контейнера стала занимать около недели, до 15-16 дней. Это неизбежно отразится на отрасли, ведь грузы продолжают скапливаться. Блокировка Суэца затронула 55 тысяч тю, эквивалент стандартного контейнера длиной 20 футов 6,1 метра и шириной 8 футов 2,44 метра в сутки, но это продолжалось всего 6 дней. А в Янтяне речь идет уже о 14 днях, причем ситуация развивается и распространяется на Наньша и Шеку, сказал гендиректор Веспачи Мэротайм Ларс Йонсен. Аналитики считают, что ситуация стабилизируется не раньше конца лета или начала осени. Они убеждены, что обстоятельства вызовут рост цен на перевозку грузов, а это отразится на конечной стоимости товаров.